предположим что у нас имеется система координат в этой системе координат вокруг оси z у нас вращается тело но я условно буду рисовать в виде такого конуса вот тело вращается с угловой скорости омега омега насчет у нас x это y вращается угловой скорости омега будем считать что омега достаточно большое значение вот этой угловой скорости нам нужно посмотреть как будет вести себя это вращающий быстро вращающиеся тело если на ось этого тела подействовать силой f я не сказал что закреплена я не сказал что и закреплена ось в данном случае не является неподвижной она здесь шарнир на сферический шарнир опирается на сферический шарнир опирается оказывается поведение будет совершенно неадекватная значит логично понимать что откуда нажал туда отклоняется вот если он не вращался то так бы и получилось бы вот куда нажал бы туда и отклонился в ту сторону то есть на лево а здесь странный ответ он будет наклоняться на нас то есть мы будем давить сюда а он будет отклоняться сюда доказаться это изучить исключительно просто значит помним теорема об изменении момента количества движения которые выглядят вот таком таким образом дл начнелет нас момент количества движения векторная величина берется относительно точки пускай точка о относительно точки о по дт равняется моменту относительно этой же точки внешних сил вот это нам известная теорема об изменении момента количества движения но вот некоторые резаль резаль но зовут его хенри по французски андрей этой же теореме придал другой смысл начал резальт 1828 1896 ну значительный французский механик математик физик он этой же теореме ничего не меняя в этой теореме придал другой смысл он сказал что вот это вот есть скорость конца вектора момента количества движения который кстати иначе мы называли кинетический момент значит тогда скорость конца вектора момента количества движения просто равняется моменту действующих сил вот понимаете здесь скорость Применяется не в стандартном понимании У нас скорость движения Скорость радиуса вектора Это у нас измеряется метр на секунду А здесь у нас получается Скорость момента Количества движения Как ни странно, вот эта скорость измеряется Кому-нибудь скажите Скорость у нас измеряется в моментах В ньютон и метрах Так вот эта скорость будет направлена Вдоль момента Поэтому если мы посмотрим Вот на этот пример С которого я начал У этой силы какой момент Относительно этой точки Пускай эта сила находится в плоскости З-ыгрек Значит если сила находится в плоскости З-ыгрек И имеет плечо вот это вот H Действует на ось То естественно момент этой силы Будет направлен на нас Это будет момент этой силы Относительно точки О вектор И по величине будет равняться F на H Без всяких синусов, косинусов Все просто Выходит и скорость сюда будет тоже направлена То есть конец Если мы его нарисуем Если его кстати не нарисован Ну если давайте нарисуем Конец вектора момента количества движения Вот эта точечка Условная конечно На теле она не нарисована Эта точка будет смещаться Со скоростью вот этой вот На нас То есть получается Даем сюда Оно как бы От нас Выходит Влево Но это конечно в том случае Если вращение Происходит Против часовой стрелки Если смотреть с конца Аси Z Если в обратную сторону Будет смещаться Направо Вот Это нестандартное Нестандартное Поведение Вращающегося Быстро вращающегося тела Было замечено И положено В основу Гироскопов Которые ставят На различные приборы Вот я с собой взял Гироскоп Не поленился Вот эта тяжесть Огромная Тяжелая Можете потом Впервые попробовать На тяжесть Это вот реальный гироскоп Который снят Вот Теперь уже Легенда и миф Я уже теперь точно не знаю Говорят С торпедой Снято было То есть Представляете Это одноразовая штучка Вот Одноразовая Торпеда Долго и живет От момента Какого выпустили Момент Когда она приедет на место Да Что там будет на месте Известно Будет взрыв Да вот Эта вот Торпеда С таким гироскопом Она сохраняла По крайней мере Отслеживала Своё направление Движения Вот Ну может быть Кто-то говорит Что из подводной лодки С подводной лодки Вряд ли Гироскопы На подводных лодках Но на старинных Сейчас конечно Совсем другие времена Но на старинных Подводных лодках Гироскопы Но это было Размеров В метр Может быть полтора Точно Я сам не видел Слышал только И весом Сотни килограммов Гироскопа На подводных лодках Это своеобразный компас В чём компас В чём здесь Теоретическая механика А в том Что у нас Вот этот вот Вектор Момента Количества движения Сохраняет Своё направление Ну действительно Если момент Равен нулю Вот так Всё Трения нету Всё Смазали идеально Внешних сил нету Центр тяжести Центр масс Приходится На Точки Опоры А кстати Как это можно сделать Сейчас скажу Так вот В этом случае У нас получается Здесь вот Ноль Значит ДЛ равняется Т нулю Значит Л константа Вектор Л константа Значит Не только по величине Нам и величина Не очень важна Важно Что вектор Сохраняет Постоянное значение Значит направление Будет одно и то же Направление одно и то же Это характеристика Компаса И в тех местах Где компас не работает А вы знаете Что под землёй В магнитных Аномалиях И под водой Он работает Плохо Либо совсем не работает В этих случаях Нам помогает вот такой гироскоп Ну Сейчас конечно Появились другие гироскопы Которые знаете На детских вертолётиках В салонах связи Которые продают Там ставят твердотельные гироскопы Там другой смысл Там волна бегает И сохраняет свою Плоскость Своего движения Раньше таких гироскопов не было Которые занимали Сейчас современные гироскопы Миллиметры занимают Точность у них достаточно большая И конечно Это военные технологии Безусловно военные технологии Ну вот пожалуйста Пример военной технологии Так я пока буду рассказывать Так называемую регулярную предсессию Пока записываю регулярную предсессию Вот этот гироскоп у меня будет крутиться Значит вот Внимание эксперимент Я сейчас ещё поближе к видеокамере покажу Итак Запускаем гироскоп Это у нас вообще-то Кафедра теоретической механики Мехатроники называют Но я бы её назвал Кафедрой гироскопов У нас этих гироскопов Огромное количество Это старинных Но у нас уже современные есть Которые занимают 1 мм Так ну вот Я должен быстро раскрутить Но не всегда это получается Слышите как гудит хорошо, да? А это ещё не всё Это ещё не всё Теперь я должен Освободить ось Всё, освободил Ну поближе сейчас к видеокамере принесу Между прочим Вот так вот она будет крутиться Ну я не засекал Но полчаса крутился Мне надоело Я выключил его Вот Да, могу так вот подвигать Смотреть Вот так вот подвигать Вот Сохраняет направление ось Ось сохраняет направление Кстати, самый лучший гироскоп у нас на кафедре Он хорошо смазанный Отюстированный Вот Я хотел бы, чтобы он как раз был бы плохим Чтобы он сейчас начал бы Регулярную прецессию Но её почти ещё не видно Значит, что такое регулярная Записали регулярную прецессию, да? Это значит, чтобы Ось этого волчка Этого волчка Начала бы двигаться по конусу Но я так хорошо раскрутил Что, по-моему, он не двигается по конусу Но у нас будет перерыв До перерыва он ещё будет крутиться Вы посмотрите, к этому времени Он у него же скорость уменьшится И ось будет двигаться по конусу Давайте сейчас хотя бы это изобразим Я поближе к камере поставлю Чтобы было нагляднее Вот Так Итак Регулярная прецессия Ну опять Изображаем это вращающееся тело Ведь, кстати, видите Эта ось замерла, да? Почти что не колеблется, да? А вот похоже к гироскопу Я в тот раз приносил похоже Он сразу начинает ходить Вот таким вот кругом Давайте это изображу хотя бы вот Итак, та же система координат Но вот этот вот мой волчок Сместился Ну Не знаю там какая причина Может вот так вообще поставили Вот это ось этого волчка Ось этого волчка Вот Здесь где-то центр тяжести Вот сила тяжести Ж Вертикальная Вдоль оси Z Вдоль оси Z Конечно, можно по-разному располагать Для удобства восприятия Предполагайте, что Ж лежит в плоскости ZY Тогда, как мы выясним Ось будет совершать Прецессионное движение У нас было сферическое движение? Было Значит, вот этот угол Вспомните, как называется этот угол, кстати Это угол нутации Итак Возьмем какую-нибудь точку И нарисуем окружность На которой эта точка находится Вот так вот Вот Эта точка Но не совсем точно указал Вот Эта точка Значит, эта точка оси Сам он крутится Ну, чтобы было видно, что он крутится Я могу так вот даже Изобразить вот так вот Вот так он крутится Вот И вот у него Угловая скорость Омега Омега Угловая скорость Омега Вот этот угол Тетта Угол Прецессии Как мы Нет, уже Начала Проявляться Эта прецессия Как узнать угловую скорость Прецессии Вот это основная Сдача стоит Как узнать С какой угловой скоростью Вот эта ось Будет описывать Своё движение По окружности С какой угловой скоростью Как она будет поворачиваться Или будет ли поворачиваться Вообще И как сделать Чтобы она не поворачивалась Вы понимаете, что Вообще Вот этот поворот Оси Прецессионной Это дефект Компаса Какой нам нужен Смысл Компаса Если который Всё показывает в разные стороны Хотелось бы Вот как вот этот Всё время в одну сторону Показывает Но всё-таки Он иногда Отклоняется И начинает Вот так вот Прецессировать Но тем самым Будет сбой Некие показания Если это компас Если гироскоп Для навигации Существует Вот как Что влияет На эту угловую скорость И как сделать Чтобы угловая скорость Была нулю Ну нулю точно не сделаешь Но уменьшить можно За счёт чего Показываем За счёт чего Ну во-первых Во-первых Согласно этой теореме У нас ДЛ 0 По ДТ Равняется М По величине Вот этот М Это очевидно Ж На плечо Если у нас расстояние От точки А До точки О АО Обозначить за Д То это будет Ж На Д На синус Тэта Вот это понятно Что Ж на Д На синус Тэта То есть вот этот вот Вот плечо Вот плечо Вот Вот это Вот сила Вот точка Фактически Относительно оси Х Мы ищем момент Это момент Относительно оси Х Ж на Д На синус Тэта Это с одной стороны А с другой стороны По теореме Резаля Это и есть Скорость Оси А что такое Скорость оси У нас Точка движется По окружности Скорость Движения точки По окружности Это Омега На радиус Этой окружности Значит получается Это же равняется Это же равняется Омега Вот эту омегу искомую Мы обозначим Как-нибудь Вот омега 1 Омега 1 искомая Значит у нас дано Омега дано Омега 1 Спрашивается Значит омега 1 На радиус Вот подскажите Радиус Вот это Это движение Чему Если вы понимаете То поймете Дальше все остальное Радиус Чему будет равен Значит у нас Речь идет о том Что вот этот вектор Вот этот вектор Движется Движется Описывая конус Описывая конус Значит радиус окружности Ну очевидно Я сейчас отдельно нарисую Вот это у нас L 0 вектор Это у нас угол тета Вот радиус окружности То есть L На синус L0 На синус Тета То есть это L0 На синус Тета Но здесь уже конечно Я поставил модуль А что такое L0 Мы это проходили Как вычисляется Момент Количества движения Или попсихай Кинетический момент Это момент инерции Относительно этой оси Умножаем на угловую скорость А угловая скорость Назадна Вот омега Вот этот омега Которая дана Значит получается омега 1 На омега Две омеги Произведения На что? На что я сказал? На момент инерции Момент инерции Чтобы не было путаницы Здесь ось Z Здесь X Y А вот та ось Которая вдоль твердого тела Это у нас Назовем Например Z Это ось Z То есть ось В твердом теле Ось Z Момент Относительно оси Z Так это И на синус тетта Синус тетта Вот и все Дальше остается только Сократить этот синус И получить ответ Угловая скорость Вращения Прецессионного движения То есть постоянным Углом нутации Называется регулярной процессией Вычитается как G На D На момент инерции Относительно оси Зетта И на Что? На омега Волчка Ну теперь уже можем проанализировать Можем проанализировать Что Чем Больше мы Вот я здесь Быстрее закрутил Этой ниткой Волчок Тем больше Вот это значение Чем больше у нас Знаменатели Тем меньше У нас результат Значит у нас Угловая скорость Будет нулю Если мы заскутим С бесконечно большой скоростью Или бы очень тяжелый Инертный Волчок поставим Момент инерции Сделаем большим Кстати Момент инерции Если вы помните Зависит от квадрата Какой-то там Геометрической характеристике Например МР квадрат Если мы радиус Инерции Там радиус Волчка Увеличим в два раза Это увеличится в четыре раза То есть увеличим Волчок в два раза Здесь в четыре И значит мы В четыре раза сократим Вот этот дефект Нам и хотелось Чтобы вообще было ноль Так Ну а теперь еще Что у нас в числителе стоит В числителе стоит Вес Значит надо сделать его С маленького веса Но тот-то Не получится Либо-либо Если мы сделаем это тяжелым То это будет тоже большое Ну если конечно Масса и сократится Здесь масса стоит И здесь масса Масса сократится Да Но зато можем уменьшить d А что-то как уменьшить d Вот об этом хотел сказать Ведь делают Волчки Вот такие вот Гироскопы Которые Опираются На вот эту точку Вот здесь центр масс И здесь ось Вот так Остро заточены Здесь такая какая-то лунка Подшипник И вот он закручивается Так вот Таким образом Центр масс Находится Фактически В точке Опоры А это значит Что d Будет близко к нулю Но вы понимаете Что точности Никогда изготовить нельзя Будет d Хотя бы 1 мм Да 1 мм И по этой формуле Мы точно узнаем Вот дефект Этого гироскопа Вот такая Субтитры сделал DimaTorzok